Осенью 2008 года, когда в одном из колхозов обнаружилась кооперация, когда обнаружилось, что есть кооперативные магазины, колхозники туда вдают продукцию, но они ничего не могут продать, потому что у людей нет денег. И этот колхоз решил сделать вот этот эксперимент и внести гизельские деньги. То есть не просто сделать талоны, на которые можно что-то приобрести, а сделать эти талоны универсальные и к тому же обесценивать, обесценивающимися. То есть надо быстро покупать, а иначе все это исчезает. Эта работа была сделана. В результате буквально через несколько месяцев обнаружилось, что эти талоны используют весь район. Иначе таксисты брать за проезд, потому что сюда можно заехать в магазин и что-нибудь покупать. А потом это пошло по всему району. И обнаружился замечательный эффект. Когда у людей есть нормальные деньги, то они, соответственно, и живут с нормальными деньгами. А вот как только из-за нехватки кредита или из-за кризиса количество денег сокращается, то вот эти вот талоны, они начинают заполнять ваку. Но в результате падение спроса оказывается сильно меньше, чем можно было бы предположить. И как следствие, вся мелкая продовольственная розница вполне себе задышала. А сегодня эти ребята, собственно, о чем будут семинары в частности, договорились с неким банком. Как я сейчас не помню, точно по этому не буду говорить. Для того, чтобы можно было конвертировать эти талоны в нормальные деньги, пускать и обеспечивать их взаимодействие. Вот эта схема, в случае, если ее реализовать, она очень много позволит решить проблем. И снимет очень серьезные проблемы с розницей такой товаров, шип-потребы и продовольствия. Потому что в противном случае возможны самые разные эксцессы. Я напоминаю, что во время кризиса 30-х годов в Соединенных Штатах Америки от голода умерло 2 миллиона человек. Потому что еды было выше крыши, но людей не было денег, чтобы эти еды покупали. Они были готовы работать за гроши, но им не могли заплатить, потому что у тех, на кого можно было работать, денег не было тоже. Вот так. На самом деле, я считаю, что сегодня пришло время, когда такого рода проекта нужно реализовывать. Я понимаю, что нельзя реализовать на уровне одной компании. Но в случае, если есть большое желание, и есть много компаний, которые это хотят сделать, я думаю, что там договориться со всякими районными гостями или муниципальными можно. Вот сегодня, мне кажется, пришло то время, когда о таких программах стоит позадуматься. И Европа тому пример. Потому что то, что происходит сегодня в Европе, это предуберие очень на большой кризис. В Греции еще можно было что-то сделать, но с Италии, у которой совокупный долг 2 триллиона, сделать уже ничего нельзя. И скорее всего, это все сейчас покатится страшной половиной. На самом деле, это практически все, о чем я хотел сегодня сказать. Понятно? А если будут вопросы, то я с большим взрослым не хочу ответить. Скажите, пожалуйста, куда вкладывать деньги в преддверие кризиса? Простите, у вас много денег? Нет, просто вы поймите, что ответа на этот вопрос абсолютного не существует. Нет, ну может быть, от вас в комментариях. Ну, еще раз, посмотрите. Например, человек, у которого имеется 3000 долларов в заначке, ему заботится о том, куда это вкладывать, смысла нет. Человек, у которого есть 100 тысяч долларов, уже имеет смысл, но обычный человек, у которого есть так просто 100 тысяч долларов, и не держит в кэше, он держит в какой-то бизнесе. То есть, на самом деле, нужно понимать, что за деньги, откуда они взялись, в какой валюте вы получаете доходы, как соотносится объем тех денег, которые у вас в заначке, с теми объемами доходов, которые вы получаете. Вы предпочитаете, чтобы у вас была высокая доходность или высокая ликвидность. И еще 50 вопросов. Вот без ответа на них дать совет невозможно. Если вас интересует там курс валют, то я могу сказать, что сегодня у нас ждет бешеная волатинность. То есть курс будет скакать всех валют относительно друг к другу в затылок. Предсказать движение доллара евро я не могу, потому что если вдруг Греция выйдет из зоны евро, евро подскучит. Опять же, на каждом сообщении, которое выходит, курс меняется. Вы задумайтесь не секундочку, когда Пандре объявил о референдуме, рынки европейские за два часа упали на 5%. А когда через два дня объявили о том, что референдум не будет, они подскочили на 3%. Вы что, серьезно считаете, что это никто не заработал? И чтобы Пандре так, вы просто ляпли, не подумали. Так не бывает. Вот. И по этой причине ответа на этот вопрос нет. Что касается... Вы можете комментарий сделать насчет рынка недвижимости? Рынок недвижимости будет падать. Потому что... Это весной, да? Нет. Значит, стратегическое направление рынка недвижимости – это попадение. Вот почему. Почему? Потому что 30 лет мировая экономика развивалась в рамках увеличения кредита. Кредит давали под залог. Самый выгодный бизнес был создание залога. Самый удобный залог – это недвижимость. По этой причине темпы роста цен на недвижимость превышали темпы роста экономики довольно существенно. Сейчас все изменилось в противоположном направлении. Темпы спада цен на недвижимость будут превышать темпы спада экономики. Другое дело, что это все очень долго и сложно. Почему? Ровно потому, что эта недвижимость – это залоги. Ровно потому, что в эту недвижимость уже даже еще не проданную, заложены интересы чиновников и крупных компаний. По этой причине снижать очень трудно. Но объективное движение никуда не денется. Поэтому я считаю, что это будет очень медленное проседание, почти незаметное. Вот не знаю, как в Ленинграде, а в Москве последние несколько месяцев всю осень практически нет продаж. То есть из-за того, что номинальную цену не опускают, просто никто не покупает эту недвижимость. В конце концов произойдет резкое проседание процентов на 8-10. Что-то продадут и опять будут. То есть это такой процедительный. Но недвижимость будет падать. С другой стороны, в тех же Соединенных Штатах Америки на фоне падения цен на продажу недвижимости растет цена аренды. Потому что люди, у которых нет денег, чтобы купить квартиру, начинают ее арендовать. На самом деле ситуация сложная. Например, я считаю, что одним из самых выгодных бизнесов с точки зрения муниципалитета сегодня будет строительство дешевого муниципального жилья. Сегодня теоретически можно строить жилье, уже существуют технологии, если особенно в больших масштабах, по цене 350-400 долларов за квадратный метр. И если муниципалитеты на своих землях, где у них сеть, будут строить дома и сдавать людям валюты, это для муниципалитетов будет вполне выгодным источником дохода. Тот, кто, соответственно, в такого рода проекты будет вкладываться, вполне себе может выиграть. Но надо при этом, опять-таки, очень внимательно следить за тем, что это за жилье друговольно предназначено. На самом деле, вы поймите, мы живем в ситуации, в которой меняются условия игры, правила. Что такое изменение спроса? Это же абсолютно радикально изменение. Что если сегодня основные деньги уходят на покупку недвижимости, на покупку машин, вы просто, вот если вы посмотрите, структуру расходов. Машины и квартиры покупают редко, но уж больно они дорогие. И на отъезжу. Сегодня ситуация будет меняться. И вот это очень важно. А это очень сложная тематика, потому что люди очень не склонны, вот им очень не хочется переходить, признаваться самим себе, что они из группы более дорогой постепенно переходят в группу сильно менее богатых. Это очень тяжелый психологический результат. Я немножко занимаюсь статистикой, собственно, силы образования. Я могу рассказать историю. Современная статистика дохода и расхода населения оценивает разными методами. Так вот, где-то в конце 90-х, да, значит, население по доходам и по расходам делится на децидию. 10% самых богатых, ну и так далее, до 10% самых бедных. Так вот, когда сравнили две статистики, то обнаружилось, что 10% самых бедных граждан нашей страны, ну по официальной статистике, тратят столько же, сколько официально получают четвертые сверху. Вот откуда у них эти деньги, как они их тратят, это современная статистика объяснить не может. На самом деле это означает только одно, что ни о реальных доходах, ни о реальных расходах статистика особого представления не имена. А кроме того, еду и одежду люди будут покупать в любом случае. Ну, на самом деле у еды и у одежды имеется один конкурент очень жесткий, который сегодня очень сильно дает, это ЖКХ. Вот, но тут я думаю, что, слово слово скажем в государство, хотели мне не починить. Михаил, несколько слов по вступлению в ВТО. Ой, это самоубийство. Для всех разных? Для Ройницы, да. Ну, потому что невозможно соревноваться по продовольствию с турками, по ширпотребу с китайцами. Ну и так далее. Металлурги считают, что они выиграют, еще кто-то считает, что они выиграют, но на самом деле, с учетом общего спада, они не выиграют, потому что их просто не пустят. Понимаете, одно дело, когда все мощности в мире загружены, а совсем другое дело, когда у вас есть свой завод, который загружен на 60%, в этот момент какие-то уроды из-за границы привозят металл, их просто не пустят. На самом деле, давайте отводим до себя отчет. Вступление в ВТО – это чистая идеологическая мулька липераторов. Но обратите внимание на сам Метеатес, не то министр финансов США, не то министр торговли, комментируя о вступлении России в ВТО, сказал, ну да, конечно, это замечательно, Россия этим очень повысила свой имидж, а также облучила доступ к американских товарам на свои рынки. Ну так вот, откровенно издеваться. Но я не знаю, кому пришло, то есть нужно быть полным идемом. Разрешите вопрос поподобнее о еде, вы сказали, одежда и еда. Да. Про еду. Все-таки вы считаете, что эконом-сегмент будет расти, или же средний сегмент просто не будет продаваться, или будет... Я думаю, что со средним сегментом будут большие проблемы. Условно говоря, структура, вот понимаете, структура потребления в Европе, в США, и мы тоже стремились к этому, она была построена на среднем классе. То есть предполагалось, что есть некоторая достаточно большая группа населения с типовым потребительским поведением, на которое и рассчитана реклама в телевизоре, условно говоря. И эти люди потребляют вот эти вот продукты. Люди, которые богаче, им бессмысленно рекламировать в телевизоре. Люди, которые беднее, им вообще бессмысленно рекламировать, потому что они приходят в магазин ищут там самое дешевое масло, даже если оно не масло. Так вот, вся проблема состоит в том, что по итогам этого кризиса среднего класса не будет. То есть структура общества превратится, условно говоря, в структуру середины 19-го века. То есть 5% богатых, 95% бедных. Рекламировать будет некому. Среднего класса не будет. Ну, не совсем не будет, конечно, какая-то часть останется, но очень мало. И вот эта вот часть не будет обеспечивать нормальных продаж. Тот товар, который сегодня считается нормой для среднего класса, в результате для бедных превратится в товар дорогой, появится такой жанр, как бутики для бедных. То есть цены там будут выше, чем сегодня для среднего класса, там будет нижняя часть ценовая товара для среднего класса, потому что на верхнюю бедные не потянут. Но объемы продаж там сократятся в порядок. И все риски будут заложены в эту цену. Вот эта проблема будет принципиально меняться в структуру спроса. И нужно, соответственно, для себя, уж если вы продаете, четко понимать, кто будет вашим покупателем. То есть если вы ориентируетесь на бедных, то нужно менять схему продаж. При этом бедные будут очень специфические, потому что нищие, вот сегодняшние нищие, заходят в рубной магазин, видят тапочки за 30 рублей и покупают. Ну потому что у него есть в кармане 30 рублей, а больше у него ничего нет. А человек, который был средним классом, заходя в магазин, не смотрит на эти тапочки за 30 рублей, потому что он понимает, что это не товар. Значит, он пытается найти то, что хотя бы минимально соответствует его представлению на качестве, это стоит 150 рублей. А у него в кармане 30. Что он тогда делает? Значит, он либо вообще не покупает, либо дойдет где-то добывать еще 120 рублей. Вот это радикально меняет схему продажа. Я ситуацию вижу так. Скажите, пожалуйста, вот сейчас ситуация в Беларуси, во всяком случае на продуктовом рынке, полностью соответствует вашим странам. Когда средний сегмент максимально приблизился, ушел в верхний, и максимально приблизился по цене к премиум сегменту. И разрыв между премиум сегментом и, скажем, эконом-классом сократился, наоборот, увеличился в разы. Насколько быстро такая ситуация будет в России, как вы считаете, Михаилу, и реальная ли эта ситуация для нации? Ну, знаете, Беларусь в некотором смысле это типовая страна, потому что это страна, в которой полностью отсутствуют какие-то внутренние источники денег. Типа там нефть, газ, или как для Италии, Греции, для туризма. И вместе с тем, по сравнению со многими другими странами, с выдающимся государственным управлением. Можно спорить по каждому конкретному вопросу, но в целом то, что Лукашенко держит ситуацию, это чудо. Ну, сравните там с Украиной, с Прибалтикой, где социальная катастрофа. В Латвии население осталось третий, все разбегаются. Жить там невозможно, невыскоро. А эстеринские дела и ели. За гранью доброго. Например, это самое, что хватит в ней тоже. Так вот, и, кстати, причины те же самые, это абсолютно идеологически. Так вот, проблема состоит в том, что это ждет всех. И по этой Белоруссия, она не может сойти с общеэкономического пути, но она оптимальным образом компенсирует для своих граждан аппетит. И вопрос не в том, будет ли такой сценарий, а вопрос в том, когда он будет. Я считаю, что самое позднее, когда он начнется у нас, реализовываться, это ранняя весна 2013 года. Самое позднее. Возможно, что раньше. То есть у нас есть еще где-то полгода на то, чтобы как-то приспособиться к этой ситуации. Но самое большое время, которое у нас есть, это полтора года. Вы замечательно описали тот, которого мы достигнем через полгода, да? А когда произойдет отскок, когда наступит рост, это первый вопрос, да? А второй вопрос, где, на ваш взгляд, формируется или сформируется следующий, скажем, район потребления, да? Сегодня, вы видите, Штаты нет, Европа падает, да? Кто будет потреблять, на кого будем работать дальше? Никто. Я уже сказал о том, что у нас шлет ситуация с Кариной, на еще начало 90-х. То есть мы выйдем на дно и будем на нем оборачиваться достаточно долго. Я напоминаю, что великая депрессия в мире, сегодня мы подходим к новой великой депрессии. Но только тогда был СССР, который рос на фоне великой депрессии, а сегодня СССР – мир. Так вот, более того, единственный регион мира, где теоретически мог бы повториться феномен СССР – это Индия. Вот Китай свою возможность вытаскивания крестьян и за счет этого увеличил. То есть, как бы, Китай свою возможность уже съел. Он отказался от советского сценария 30-х, 40-х, 50-х годов. Он вышел на сценарий мультипликации за счет внешнего спроса, за счет американского спроса. В результате свой потенциал рост уже сел. Китай не зря согласился на плавающий юан. Скорее всего, в течение года он выйдет на дефицитный внешнеторговый баланс, при котором при плавающем юане он будет не расти, а падать. То есть, только Индия. Но Индия специфическая страна и, самое главное, не имеющая к нам никакого отношения, она у нас ничего не покупает. Вот я уже говорил, это будет кризис не 98-го и не 2008-го года, это будет скорее кризис начала 90-х, то есть, у него не будет конца. В США Великая депрессия длилась 10 лет, условно говоря, с 32-го по 41-й год, и вышли они из него только в большой войну. Сегодня сценария большой войны скорее всего быть не может, потому что нету альтернативных системы разделения труда, она одна. Поэтому мелкие войны могут быть, а большие быть не могут. Обратите внимание, как некоторые силы в мире хотели организовать войну в Раде. Ну, с точки зрения мира, война в Раде это не самая большая война. И вот два дня тому назад совместное заявление России, США и Китая о том, что Иран не представляет ядерную воду. Ну, подключите, Израилю сказали цыц. Она никому не нужна, большая война. Понимаете, когда у вас кризис упадения спроса, большая война, кризис может уменьшить, но увеличить не могут. Вот в чем вся проблема. К сожалению, скорее всего, мы выйдем на дно, ну, грубо говоря, спад начнется следующей весной или весной 2013 года, самое позднее, мы в течение 2-3 лет выйдем на дно и будем на этом дне довольно долго бороться. 5 лет, 10, 15, неизвестно и какой будет механизм выхода тоже непонятно, потому что механизм выхода может идти только через спрос, а спрос надо как-то запускать. До сих пор запуск спроса был за счет вовлечения в экономический оборот каких-то новых грудных север. Вот в СССР вовлекли крестьян, в Китае вовлекли крестьян, а кого еще вовлекать? У нас уже все. Собственно, у нас же основная проблема у нас очень высокий уровень доходов. Почему мы не конкурентно способны в производственном плане? У нас мы компенсировали высокий уровень жизни населения низкими ценами на энергоносители, но первое требование к нам по вступлению в ВТО в его доведение цен на энергоносители в ВТО мировой уровень. При этом любое производство в нашей стране с учетом климата становится неконкуренцией способным. И с учетом уровня заплат. То есть мы либо должны подорожить в счету сколько в Китае человек получает в месяц? 50 долларов? 80 крестьян. Либо мы должны наше население опустить до этого. Что оно при этом будет в магазинах покупать, я себе представить. Не могу, потому что и китайские крестьяне живут натурально по хозяйцам. Такая штука. Продолжение следует...